доброе утро начинается новый день мы пришли на площадку нас 9 утра очень свежо на улице ярик копается в песочке как раз дождик прошел вчера свежий песочек ярик довольны мы тоже гуляем так ну смотри-ка с бентом пригласили к себе в гости подарили какую-то станцию она очень шумно это не знаю что такое еще не досмотрела это что такое пожарная да и что пожарная станция сережка купил арбуз да и был новый метод я долго выбирал а подошла турчанка и турок пожилые такие за 50 за 60 молодые и сказали что надо смотреть у них метод такой что вот этих белых полосок должно быть 11 штук и тогда будет удачно не они сами меня тут посчитали по-турецки там по-турецки там 123 на турецком и сказали о супер 11 короче это тебе турки выбрали арбуза не ну я сам как бы к нему склонялся но они меня поддержали вот купили классный арбуз уже разрезали попробовали супер сладкий да турки не ошиблись так что новый метод это 11 светлых полосок вот тут в торце арбуза они насчитали не но он супер сладкий ярик будешь пробовать тебе бабушка серединку оставила вот самую-самую серединку вырезала специально для тебя ярик зайка арбуз по твоему заказу сейчас будем кушать юля отрывается ярик машинка не там ярик любит чтоб машинки тоже кушали до плечо сексуальная ну откусывай ты делаешь я на юлю ругаюсь постоянно потому что невозможно дышать этими лаками она беременна и вот это дышит я просто возмущен постоянно тебе нельзя это химии дышать это так воняет тут что вообще это невозможно ну как это не воняет при открытом окне мне в нос так бьет шо ужас мне ничего сай ну ты прикалывайся сейчас что я буду сейчас делать хомячить сегодня говорит так поздно не кушаем будем скидывать и сбрасывать вес мама уснула а сережка сейчас вытянул колбасу хлеб сыр сейчас будет делать бутерброды ты думаешь она не поужинала но ты еще я не думаю что она меня послушалась но ты же так сказала она сказала что ты запретил кушать с сережкой она жена обидовалась не знаю сережки я просто в шутку сказал то в шутку но на серьезность короче мама с нами сбросит вес так мне нужно знать когда начнутся роды я бы хотела чтобы уже побыстрее если начались точно сказать в этом году сережки просто ну вот как назло понимаете сережка сережка была такой расслабленный график а вот когда у меня дата родов на следующей неделе он работает каждый день он работает по ночам то есть если роды начнутся в день днем днем если роды начнутся днем то сережка будет после ночи уставший выпьет наверно выпьет наверно и какого-то энергетика и пойдет со мной народа вот такая история все говорят так сережка должен взять отпуск и ждать моих родов отпуск на неделю например или на две недели но это какой-то бред ну мы вообще сережка не брал никакого отпуска потому что отпуск лучше поймут отдохнем чем я буду сейчас сидеть вот здесь на подхвате он здесь сколько ты сейчас час езды от дома или полтора то есть я ему подзвоню если что он сразу приедет и все будет хорошо да позвонишь я приеду я прилечу на голубом вертолете хорошо на голубом вертолете и это сережка не брал никакого отпуска все на телефоне и ну это какой-то не знаю это какой-то бред сидеть всем дома мама я реки я сережа и все будем ждать моих родов может было бы нормально может было бы нормально но я не хочу я не хочу это но этого отпуска и так мало все ребята сережка хомячить всем привет всем доброй ночи вкусненького вот это одиннадцать летом начало двенадцатый я буду горчицей намазал горчица вкусно ребята всем привет у нас сегодня была очень такая сложная ночь мы можно сказать половину ее прожили в каком-то страхе потому что я рек очень очень его рвало просто такого никогда еще не было я реку нас не знаю максимум него там горло болело там диарея была температура поднималась но это очень страшно когда ребенок лежит и захлебывается и мы его поднимали и у меня сегодня день большой стирки потому что вся вся постель которую у нас была мы использовали и его постоянно ему было плохо он только пьет воду она в него выходит мы понимаем что нужно пополнить организм водой она снова у него выходит и где-то после трех ночи он успокоился и мы уже более-менее спали у него началась диарея но вы не поверите с утра он сходил в туалет и вот так это просто другой ребенок он веселый он кушал он пил он прыгал пел я не знаю он и это нас очень порадовало потому что если бы с утра все продолжилось это был бы кошмар сережка ярика взял сегодня суббота у нас и наш доктор педиатр не работает сережка поехал в ближайшую больницу с ним и что тебе доктор сказал он приписал но ничего нечего и пока я чувствую себя хорошо но ночью я думаю что это просто что ребенок ужасно отравился и он у нас у него скорее всего остановился желудок и вот такая реакция пошла пошла и туда и туда он кушал боже что он кушал кашу да он кушал арбуз у нас но я даже не знаю много для него это было или нет он охотно кушал арбуз но и мы кушали арбуз нас все хорошо вот его такая реакция кашки котлетки на пару он еще покушал там мама нажарила блинчиков ну как бы все такое ничего такого ну вот такая какая-то в него реакция пошла от чего точно никто ничего не знает но слава богу что сейчас все хорошо просто если у нас много версии ребята честно там это думаем это думаем и может и всякое думаем но хорошо что сейчас все хорошо и мы сейчас кушаем пойдем кулять я действительно чувствует себя хорошо но проснулся ничего не покушал так что я сейчас готовлю что-то покушать диетическое стараемся рис ему чаек чтобы он пил пополнял потому что вот так что у нас все хорошо что-то там принес сдал бутылки купил сливы и спал еще сериале а то на киев на 49 за килом классный день я купил хлеб белый в турецком тоже подается а скобом в турецком турецком на ли дешевле тут евро 29 а я не помню по евро точно о виноград этот сыр запечатан как в это как у нас вот этой пленочке но это здесь очень редко такое увидишь виноград супер попробуем немножко все все а что ты долго не было это же по всем магазинам проехался в городе какой-то концерт какой рок рок ну такой точно струк много сцен на всех перекрестках сцены стоят везде пьют и играют а ты еще на концерт заскочил не я проездом давай подождем для бабушка хорошо покушал картошку потому что рис не хотел сейчас бабушка помоет потом идем гулять сейчас покушаем и пойдем на улице а в магазин ой да магазин ну и мы последнее время такие концерты муж кусать ярик маленькая повторюшка он папа сел на пол и ярик сел на пол и кушать с папой не сначала я подошел батарея стал он подошел тоже стал он решил скорее потом я присел он ярик кушает сливу а папа кушает виноград виноград у ярика плоскостопие бабушка обнаружила теперь у нас еще одна как а как его вылечить не знаю как надеть обувь эту специальную супинаторами ну надо специальные массажики делать но мы еще к доктору обратимся он нам что-то посоветует может наши дорогие подписчики нам что-то подскажут подписчики всегда нам что-то на карту как на ножку смотришь там есть ямка вот когда стоит он неправильно так на внутреннюю часть Кушай, кушай. Бабушка говорила, что вкусно, а ты не верил. Бабушка говорила, что вкусно, да? Нет. Говорила, кушай, Ярич, кушай. А ничего, что он сливу кушает после этого? Ну, может и что, но по крайней мере он себя прекрасно чувствует. Да. Довольный. Ярик будет рок-звездой. Он начал петь, вот это последние дни начал петь прям. Надо купить эту деревянную палочку такую вот. Не, микрофон, пусть поет микрофон. Не, про плоскостопие. Ножки так качать на палочке, туда-сюда, и туда-сюда, и туда-сюда. Так, так мы его и заставим качать. Я что-то сомневаюсь. А если вы так поделаете, его так будут делать. А, ну да. Да. И все-таки надо сейчас, пока там косточки все такие, это, потому что если запустите, будут проблемы. У него будут усталые ножки, ему нельзя будет прыгать. Да. Ну, как-то вы и раньше об этом говорили, но мы... Где-то пропустили. Я, да, не обращала внимания вообще. Кустой, 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 кустой. А-а-а... Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok